Приветствую вас дальше. И знаете, есть некоторая странность, на мой взгляд, в вашем вопросе, потому что, ну, вы вроде бы решили для себя что хотите делать. Вы вроде бы решили для себя что вы будете делать. Решили уйти. Так о чём вы спрашиваете тогда нас? Я просто не понимаю, что вас останавливает в вашем решении уйти? Есть ли что-то, что вас останавливает? Если есть, то извините, почему? Это первое. То есть, что делать, чтобы что? Чтобы уйти? Чтобы изменился мужчина? Что делать, чтобы что? Разобраться в себе? Какая цель? Дальше. Вот, гражданский муж, да, и вообще гражданский брак. Очень странное образование. С той точки зрения, что вместе люди живут, имеют общее хозяйство, общее быт. Иногда даже общие финансы, общий бюджет. Но никакой законодательной защищенности не имеют. От слова совсем. Ну то есть, вы называете, вы называете мужчину гражданским мужем, а гражданский муж это как? Вот вы подумайте только. Гражданский муж это как? Это кто? Что это такое? Гражданский муж. А обычный муж это не гражданский, это военный муж. То есть, вот как бы несознательность, несознательность ваша, начинается вот уже с этого момента. Что у меня есть гражданский муж. То есть, как бы муж есть, но его как бы нет. Странно? Странно. Идем дальше. Вы видели некоторые неприятные моменты в поведении мужчины. Но считались это привычки поведения. Честно говоря, вы правы. Но только вопрос в том, как вы к этому относитесь. Как они вам? И вот тут начинается проблема. Вы игнорируете свои чувства. Вы позволяете мужчине действовать так, как он действует. Игнорируете то, что вам неприятно. Не выражаете то, что вам неприятно. Не корректируете свой образ для мужчины, свой внешний образ для мужчины. И в итоге потом, когда эта привычка, а это именно привычка, переносится на вас, реагируете агрессивно, заставляете мужчину там покинуть квартиру и прочее, прочее, прочее. А человек естественный, он, он-то думал, что у вас все хорошо, он-то думал, что вы его принимаете, он-то думал, что вы знаете, какой он, он-то думал, что все в порядке, а оказывается, нет, оказывается, вы-то думали, что нет. И в итоге проблема. Ну ладно. Ладно. Вас это не остановило. И несмотря на то, что мужчина вам угрожал, несмотря на то, что мужчина, ну, условно говоря, ведет себя так, как вам не нравится, вы покупаете квартиру, не будучи, кстати говоря, не будучи женат, вы беременеете, не будучи женат, и позволяете мужчине, я так понял, уговорить вас на аборт. Вот где здесь личное ответственность за свои действия? Где здесь защита и продвижение ваших интересов? Непонятно. Ну а у мужчины, понятное дело, поведение прогрессирует. Ну только вы не реагируете, опять же, даже не вы реагируете, но уже не соответственно тому, что происходит. Так как вы реагируете сейчас, да, а именно говорите ему, что хотите уйти, что так вот недопустимо с вами там и прочее. Ну там, это по вот своевременности подходит больше вот началу, когда он там позволял себе вытянуть из машины и наорать на женщину. А сейчас уже другие модели поведения нужно использовать. И мужчина вам не верит? С одной стороны. С другой стороны, он правда без вас не может. И что получается? Получается садомазогистические отношения. Я не знаю, насколько глубокие, конечно, потому что информации мало, но садомазогистические отношения налицо. Изучить эту тему самостоятельно я сейчас не буду об этом говорить. Ну вот, собственно, и суть. Садомазогистические отношения – это зависимые отношения. Это зависимые отношения, когда есть кто-то агрессивный и кто-то, кто, условно говоря, проявляет жестокость по отношению к человеку. А человек, в свою очередь, стерпит это. Стерпит. Вот. И ему с одной стороны не нравится, а с другой стороны не может уйти. Здесь и заниженная самооценка, и страх одиночества, и неуверенность в себе, и определенное восприятие семьи стереотипное. Но самое главное, самое главное, что выбор такого мужчины не случайен, как выбор любого человека на вашем месте. И если бы на вашем месте был мужчина и выбрал бы женщину, то, в принципе, было бы то же самое. То есть, вами выбирается такой мужчина, поведение которого, да, безусловно, не нравится, но… В глубине души вы чувствуете, что человек устанавливает вам определенные личные границы. Что… Показывает вам. Сов certeza и четко, что что-то можно, а что-то нельзя. Не вы решаете, что что-то можно, а что-то нельзя. А он решает, что что-то можно, а что-то нельзя. И вот это вот ощущение, когда вы понимаете, о, так нам нельзя, будем идти все это понимать и вы, на самом деле, к этому приводит вас мужчина. Вот суть мазохистических отношений в том, что мазохист в отношениях получает внешние ограничения, получает некоторые направления и тем самым обретает какое-то ощущение защищённости. Такой вот немного специфичный, своеобразный, но какой есть. А садист в отношениях, за счёт своих скандалов, криков, жестокости, боли, причиняемой партнёру, подтверждает, что он существует, потому что у садиста есть проблемы с чувствами. Вот так. Ну, вы можете об этом почитать в интернете, как бы. И как вы понимаете, уход от мужчины здесь не выход, не решение. Решением будет коррекция вашего поведения. И работа, собственно, с внутренними конфликтами и противоречиями, которые образуют подобное поведение мазохистское. Вот. Так, я думаю, можно ответить на вопрос. На вас. И плюс всё, вот представление о гражданском браке, об институте семьи. Тоже мне не мешало подкорректировать. На этом всё. Надеюсь, что помог вам. Если понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. Я желаю вам всего самого доброго, удачи. Надеюсь, что ситуация разрешится с самым лучшим для вас образом. Продолжение следует... Продолжение следует...